Дорогие друзья, и вот мы подошли к самому главному. То, что особенно, наверное, ждут наши телезрители, это два финала Грам-при, абсолютного чемпионата Беркут и их события в Перме и Сибири, кикбокс под номером 4. Сейчас будет разыгран пояс, как раз чемпиона абсолютного чемпионата Беркут. Друзья, вы знаете, это, наверное, тот бой, который очень хочется посмотреть. Выход Якуба Берсонукаева. Ну и сейчас мы перед ним как раз увидели тот самый выход Александра Коновалова, сербского бойца. Ну, по большому счету, опять же, благодаря организаторам мы с вами увидели, дорогие друзья, вот в этих видеозарисовках, то, что такой блиц-комментарий одного и другого бойца. Мы знаем о том, что это очередной матч-реванш, и он как раз седьмой по счету этого всего файт-карта, этого всего турнира, Сибири, кикбокс под номером 4. И вот как раз Мусаши Хабов на экранах, мы его видим. Очень интересный бой. Супер противостояние. Друзья, давайте посмотрим. Встретились два на самом деле профессионала с большой буквы. Оба чемпиона мира среди любителей, оба чемпиона мира среди профи. Очень уникальные бойцы. Самое интересное, что вы посмотрите, что профессиональных боев написано мало, но любительских там, наверное, за 200. Да-да, Якуб Берсонукаев, 8 побед, 1 поражение у него по профессионалам. Не запрещаем еще на боев 200 по любителям. Да, и Саша Коновалов, 26 побед, 1 поражение среди профи. 173 сантиметра рост Саши Коновалова, 22 года, 61 килограмм. И Якуб Берсонукаев, 180 сантиметров. Очень высокий боец для этого веса, 23 года нашему российскому спортсмену, 61 килограмм. Россия против Сербии, именно представители бойцовского ресурса этих двух стран сейчас будут друг друга экзаменовать. И уже это начинают делать. Еще скажу несколько слов, что Берсонукаев Якуб, чемпион мира, чемпион России, чемпион Европы по профессиональному кикбоксингу. Ну и также... И по любителям. Он был чемпионом мира. Я, как сейчас помню, в 2011 году в непосредственно Македонии он выиграл тогда титул чемпиона мира в Киуан. Тогда для себя первый титул крупный заполучил Якуб Берсонукаев. Чемпион мира Саша Коновалов 2015 года, вот прошедшего недавно чемпионата в Сербии. И чемпион Европы, конечно же, Александр Коновалов. Кстати, вы помните, Вадим, сейчас вот буквально прошедшего чемпионата мира бои Саша Коновалова? Всех прошел, вообще прошел всех без вопросов, 4 боя. Меня вообще удивляет. Сейчас что-то нокдаун. Да. Ни за что нокдаун вообще отчитал. Вообще непонятно. Да, понимает причину еще. То есть рефери, видно, неквалифицированный. Человек просто упал, подскользнулся, отчитал. Смешно. Рефери из Голландии, кстати. Ну и что, вообще ни о чем не говорят эти голландцы. И вот вам пример, что нет квалификации такой должной. Совершенно нет. Человек подскользнулся, упал, взял ему, отчитал. Практически раунд проиграл, что ли, получается тогда. Совершенно неквалифицированный. И Саша сдвоенный левый сбоку. Я хотел про Александра Коновалова заодно здесь еще сказать. Про бои его на чемпионате мира. Только-только вот две недели прилетел с чемпионата мира. Четыре боя провел, стал первым на чемпионате мира. Я просто в шоке, как он здесь оказался. И как он еще умудряется боксировать. Боксировать на очень высоком уровне против Никуа. Да, если у Якуба была пауза подготовиться между третьим и четвертым промоушеном, то это только на боях. Посмотрите, что происходит. Так, что-то случилось. Что-то случилось. Давайте посмотрим. Вот это тяжелейший удар пропустил сейчас Якуб. Да, в оба стулаща. Тяжелейший удар. Нокаутом. Кстати, нокаут. Якуб Аберсовкаев проигрывает нокаутом. Александру Коновалову. Практически по имени и фамилии, кажется, наш соотечественник. Александр Коновалов. Он всегда говорил, что у него родственники из России. Да, попал по печени, представляете. По печени жестко попал и страшно попал. Попал, да. Согнула Якуб Аберсовкаева нокаутом. Стой, подожди, Александр. Напомню, что оба бойца шли победоносно до финала. До разыгранного этого титула. Титула как раз и владельца пояса абсолютного чемпиона Беркут ACB по кикбоксу. Какой удар тяжелейный сейчас пропустил Якуб Аберсовкаев. Левый в область печени, правый в нижнее подреберье. Почему, видимо, он не говорит о том, что это по печени удар. И вот врач не понимает даже. Саша Коновалов говорит о Сербии как раз и благодарит свою страну, но и при этом не забывает, что у него корни из России. Сербский флаг. Да, вот это Александр Коновалов. Заряженный, какой-то перезаряженный. Без отдыха. Выигрывает и побеждает. Самое интересное, перед этим выиграл выход в финал за две недели до чемпионата мира. Левый сбоку. Да, да. На чемпионате мира четыре боя выиграл. Так. Оба с печени. Да, был левый боковой. Левый снизу такой. Левый полуснизу, полубоковой удар. Очень такой долговязый Якуб. Очень высокий для этого веса. Метр восемьдесят. Это рост, напомню. И туловище очень такой длинный у него. Вы знаете, а я теперь вот этот момент. Вы видели левый боковой, когда упал Якуб, при том, что он подскользнулся еще и потерял равновесие. Да, и тяжелый левый боковой, это он пропустил все-таки, Вадим. Я согласен. Да. Александр достойно выиграл пояс. И стал победителем абсолютного... Очень высокий Якуб Берсонукаев. для этого веса, конечно. Якуб сейчас. И мы видим, да, конечно, Яраги Гитаева, президента ACB Лиги по всем направлениям. И по ММА, и по кикбоксу. И выражаем большую благодарность за поддержку кикбоксинга. Спасибо большое. Поздравляем, Александр. Мы превосхищаемся твоей работоспособностью. Да, и матч-реванш не взят, и уже победы за Александром. Коновалом. Но будем надеяться, что еще один, потому что мы знаем, Мэрбек Хасиева любит он реванши, и любит сам Мусаши Хабов, также Сергей Гитаяев. Поэтому я думаю, что не исключаю, что в будущем году мы увидим очередной, может быть, их поединок. И пояс, конечно, просто прелестный. Пояс красивейший, конечно. Чеченцы умеют делать. Качество, да? Качество. Абсолютный чемпионат Беркут. Напомню, дорогие друзья, потрясающий, очень рейтинговый и, знаете, конкурентный турнир как и по кикбоксу, так и по ММА. Супербои всегда мы видим. И, конечно, вдвойне необходимо признать, что ACB растет не по дням, а по часам. И растет просто зримо для всех специалистов и людей, которые хоть чуть-чуть увлечены единоборствами.